так народ всем привет сегодня поговорим о о таком функционале как протестировать сборку самолета допустим вы начали качать самолет лавочку 160 да то есть она у вас в заводской конфигурации имеет в вкладке обслуживания заблокированные ячейки да если вы поставили сюда прицел маневр скорость какое-то снаряжение в общем прокачали данную машину до комплектации специалистов вот здесь в эту комплектацию специалист купили а после того как вы купили комплектацию специалисту вас в общем здесь разблокировались дополнительные две ячейки и вот вы прокачали самолет и думаете что же мне поставить на данный самолет и ломаете голову да ну во первых я думаю что у многих нету в наличии в запасе на складе дополнительных там уже готовых прицел вот у меня видите здесь в третьей эпохе нету прицелов и мне нужно будет покупать а мне нужно установить сюда оборудку именно ту которую нужно но чтобы в дальнейшем когда я прокачаю не ошибиться в общем в правильном подборе оборудования а что же можно сделать чтобы правильно установить сюда оборудку и в дальнейшем потом уже прокачивать данную оборудку улучшать калибровать пармить на нее механические детали и в общем серебро значит здесь есть в игре то есть установлен такой функционал как протестировать сборку самолета значит смотрите для того чтобы данная на функцию вас работала во первых вам надо как бы чтобы у вас в службе снабжения было более 30 жетонов ну 30 40 50 это будет хорошо потому что данные жетончики позволяет нам а снимать и демонтировать то есть демонтировать и устанавливать уже прокаченное оборудование с одного самолета на другой значит давайте я вам просто покажу как бы ход или алгоритм действий до которые можно будет совершать не тратив жетоны не тратив время на прокачку то есть как можно прокачивать то есть как можно подбирать оборудку для самолета и в дальнейшем и прокачивать в общем не в ущерб себе да по времени и по серебру и по деталькам значит смотрите когда мы с вами нажимаем на свободную ячейку оборудование да во первых вы можете выбрать что вы сюда поставить но я вам покажу сборку на лавку 160 свою а вы уже там сами смотрите думаете да посмотрите ставим мы сюда первым делом прицел я вот поставлю обыкновенный прицел там без всяких спецпроектов вот он у меня уже получается прокаченный до откалиброванный стоит то есть если вы наведете вот сюда на иконку то вы видите что данный прицел не стоит на миге 15 да то есть и дополнительные бонусы это у меня шанс поджога меткость точность то есть я поставил на лавочку и видите здесь появились три жетона то есть если я нажму применить то у меня эти три жетона спишутся и данный прицел у меня с мига 15 снимут и установит на ла 160 но я пока этого делать не хочу до сюда мы с вами ставим допустим давайте на маневренность до поставим с вами то есть превосходно облегченный каркас и видите у нас здесь плюс 8 до попугайчик уже так богдан пишет да у нас видите здесь уже маневренность стала лучше то есть на целых шесть десятых секунд среднем время виража у нас улучшилось далее на двигатель мы также с вами ставим оборудку на маневренность облегченной силовая установка мы ставлю тоже здесь самое ближайшее что там откалибровано и у нас уже с вами целую секунду и две десятых мы выиграли в среднем время виража то есть у нас уже плюс 20 попугаев нашей маневренности теперь во вторые слоты я поставлю что-нибудь на скорость на скорость из оставшихся трех видов оборудования у нас видите плюс скорость самолета это полированная обшивка но она конечно же у нас снижает маневренность самолета ставлю что-нибудь на скорость сюда и видите у меня минус две десятые секунды ушли но зато добавилась скорость у нас вами выросла крейсерская скорость это хорошо и здесь у нас есть на двигатель до два оборудования которые первое у нас эффективность форсажа увеличить а второе тяга двигателя который влияет по крейсерскую скорость если вы хотите и увеличить крейсерскую скорость то вам нужно ставить форсирование двигателя там я не знаю вот у меня один есть тот спецпроект германии то если мы его поставим видите у нас растет крейсерская скорость и становится 660 форсажной скорости у нас 900 в принципе тоже неплохо но на лавочке 160 и мы с вами средневысотный истребитель нам нужно именно вот это быстрая динамика разгона мы должны быстро с использованием форсажа догнать тяжелый истребитель сбить его и потом уже заниматься другим виражным боем то есть лавка 160 у нас все-таки виражник имеет неплохие как бы показатели маневренности но у нас с вами как бы не очень хорошо хорошая высотность да то есть мы с вами на средней высоте и внизу практически перекручиваем всех кроме японцев и яков от 15 19 30 и опять же чтобы убежать от яка 15 19 30 нам все-таки я думаю нужна здесь форсажная скорость я поставлю форсажная система но опять же ставлю что-нибудь такое где это у меня установлен установлено на свифте да то есть я снимаю вот это со свифта смига то есть тут с разных самолетов я собрал и чтобы вот эти вот я не знаю ну в кавычках я не знаю что правильно я собрал самолет или нет правильно ли подобрана оборудка то есть вот здесь есть функционал протестировать когда вы нажимаете данную клавишу протестировать вы попадаете в реальный бой а сражаетесь на данном самолете и по истечению боя все те медали которые вы получаете акамацию марсель гром и так далее остальные вам за это начислить жетон эта награда пойдет вам статистику но количество серебра и опыта у вас будет снижена но зато вы узнаете подходит эта оборудка к этому самолету или не подходит ну давайте мы с вами все-таки сыграем один бой потому что был там немного не интересно смотреть то есть я нажимаю протестировать и мы с вами сразу попадаем в рандом будем с вами сейчас сражаться с другими игроками нашей доблестной хорошей игры и в общем раз давайте поговорим что мы имеем а значит смотрите у нас есть два штурмовика у нас есть фоккеболе 252 до forest это у нас бот у них получается ил-40 также штурмовики як-30 и кривитос нам с вами нужно чтобы здесь победить забрать две ракеты и чтобы авик был у нас чтобы наши штурмовики могли с этого авика респаться и лететь в разные стороны то есть стратегически важная точка данная на данной карте это авиабаза и ракета так как на ракету я не плечу потому что у нас есть два штурма полетим с вами на авиабазу наша с вами задача забрать этот авик а тем более мы с вами прокачали лавочку 160 наша головная боль это будет вот этот як-30 то есть як-30 мы с вами не перекручиваем но мы его догоняем по скорости и убегаем по скорости давайте нам быстренько сейчас надо найти ближайший стопроцентный фраг вот я вижу этого защитника начиная по нему стрелять кстати там уже у нас прилетели противники поэтому так сбили 1 да я вижу кривитоса и вижу як-30 давайте с вами як-30 тоже меня как бы увидел ой 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 креветка тут мне короче ну ладно 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 понятно и заметьте так как у нас с вами тестируем дамы самолет других самолетов здесь нету то есть если вы взяли лавку 160 то пересесть там на бомберы и нагнуть всех у вас уж такой возможности не будет в общем выкинула либо ушел увидел я не знаю может быть испугался может быть еще что-то но у нас с вами проблемы это креветка да поэтому сейчас быстренько респа им все забираем креветку и будем сидеть на авиабазе не знаю получится ли у нас хороший бой не получится но тем не менее попали мы под фокус нашей креветки до креветки уже здесь нету или смотрим так чтобы нам взять медальку акамацию нам надо сбить в обороне 10 самолетов мы с вами сбили это первый самолет за сбитие самолета над синий территорий когда видите здесь замочка нету нам дают 40 очков захвата вот видите у нас здесь 40 очков захвата а чтобы взять медаль акамацию нам забылить надо 400 очков захват вы можем мы можем эти 400 очков захвата взять либо в обороне либо за атаку территорий у нас вот здесь вот я вижу hunter сюда к нам летит давайте мы немножко высоту поднаберем опять же мы с вами не высотник до 1800 1900 показывает что для нашего самолета это уже проблематично здесь летать то есть и скорость набирать и все остальное поэтому hunter у нас пытался как бы в лобовую у нас очень хорошая динамика очень хорошая маневренность скорость поэтому hunter мы с вами догоним только я вот смотрю там сзади по мне тоже еще кто-то стреляет hunter все делает правильно то есть пикирует вниз набирает скорость hunter вообще это один из самых скоростных многоцелов он разгоняется до 1200 поэтому он от нас с легкостью вот так вот и убежал до вниз так летим ки 162 1 ки 162 один тоже хороший самолет по крайней мере лавочку 160 он крутит но это у нас искусственный интеллект да поэтому мы сейчас попробуем его лавки 160 если вы знаете две 30 миллиметровые пушки они очень неплохо дамажит но стреляют они всего лишь у нас на 700 метров ну хотя в принципе дистанция стрельбы неплохая но эффективные дались это 650 500 давайте мы сейчас здесь с вами сначала креветку заберем до 700 метров да мы знаем только 700 метров начинаем открывать огонь и забрали я не знаю засчитался нам данный самолет или нет и мы с вами здесь выбираем f84f так кто у нас сюда летит у нас с вами две ракеты у нас очень здорово отыграли два штурмовика у них штурмовики немножко как бы ошибаются да не летят не забирают свою ракету может быть и летят забирают свою ракету в общем даже наверное мы здесь с вами и никакой эпические награды ты не получим турбач получился поэтому 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 даже не знаю вот смотришь вот сюда на радар вообще нету никаких истребителей опять же у нас наши штурмовички очень здорово отработали забрали две ракеты да у нас с вами авиабаза то есть мы сидим на авиабазе и в общем пытаемся ее как-то защитить до дефить я не знаю как там бывает в принципе летая именно в такой сборке на лавочке 160 и мне очень как бы комфортно самолет послушный как бы управляется неплохо дамаг также проходит по самолету то есть по самолетам и меня все устраивает прицел обслуживание то что я поставил да на маневренность поэтому наверное мы это так и оставим то есть отлетав в бой вы уже понимаете что допустим с такой оборудкой которую вы сейчас поставили да то есть у нас здесь отображается видите оборудка до превосходная полированная обшивка облегчена силовая установка в общем облегченный каркас система впрыска до форсажной смеси и в принципе вы отлетав этот бой ну у нас не получилось показать хороший бой но я не буду там играть 10 или 20 боев и показывать что вот лавка в таком обвесе с таким оборудованием нагибает в общем хороший самолет рекомендую так далее у нас сегодня с вами а тема нашего видеоролика совсем другая то что слетали мы бой все вот эти восемь сбитых самолетов они пойдут нам в статистику соответственно те вот эти вот медальки да то есть что у нас здесь медаль героя битвы до или как на достижение героя битва страж получили в общем такой у нас получился результат неплохо отыграл один штурмовик второй штурмовик лампаса 123 да и фукивуль 252 7 самолетов сбил практически сыграл точно так же как и мы даже лучше его ни разу не сбили а здесь ребята в общем противоположной команде немножко не разобрались может быть им не повезло хотя набили по 7000 кривитос у них 2 500 который нас бил и я так понимаю что я 30 скорее всего вышел из боя когда мы с ним там не знаю что его сподвигло выйти из боя не понимаю но в общем решил что в этом бою ему наверное не нужно находиться после того как вы сыграли с таким оборудованием видите у вас пропала эта кнопка протестировать и таким образом вы уже здесь должны решить оставляете вы или не оставляете каким образом когда вы допустим будете переключаться на другой самолет вас будут здесь спрашивать провести обслуживание то есть потратить 15 жетонов и собрать эту всю оборудку сну снять с тех самолетов где она установлена на вашу лавочку 160 ну или там другой самолет но вы тут уже сами решаете либо провести обслуживание я нажимаю отменить и вся оборудка которая поиск бросить то есть смотрите я переключаюсь то есть не отменить а сбросить и вся та оборудка которая была в общем снята для тестового вылета с других самолетов она вернулась да и мы с вами смотрите не потратили ни одного жетончика но мы уже узнали какую оборудку на лавку 160 нужно поставить да то есть вы сыграли вот с такой оборудкой вы потом можете сюда поставить я не знаю там вот противоперегрузочный костюм допустим да потом поставить сюда я не знаю там упрочный каркас откуда-нибудь поставить здесь вы можете поставить я не знаю там можете также на маневр может быть утолщенная обшивка я не знаю у кого какие мысли в голове то собираете свою сборку самолета там бронезащиты то сделать какой-то мне не маневренный истребитель а какой-нибудь там я не знаю мощный броневик да вот поставить что-нибудь и смотрите это я все поставил со склада да и вот применять то есть видите ни одного жетона не просит я бы вам не рекомендовал потому что вы все поставили со склада что все у вас умеется лучше слетайте тестовый вылет и посмотрите зайдет она вам или нет потому что когда вы устанавливаете вот эти все улучшенные превосходные специализированные специализированную оборудку да потом вы уже это все будете демонтировать за жетоны то есть если вы сейчас применяете то демонтаж вот этого неправильного оборудование которое вы поставили у вас будет производиться уже за жетоны либо вам нужно будет разобрать или уничтожить данную оборудку если у вас нету жетонов поэтому сначала протестируйте слетайте а потом уже решайте оставлять или нет в общем слетав с оборудкой ту которая устанавливал на ласта 60 меня все устраивает поэтому я сюда покупаю обыкновенный то есть прицел да потом ставлю облегченный каркас крыльев также покупаю сюда мы ставим с вами на скорость полированная обшивка чтобы пикирование быстренько убегать от я к 30 сюда мы с вами ставим облегченная силовая установка чтобы перекручивать точно таких же лавочек 160 мигов и 1101 а сюда мы ставим форсажные системы чтобы опять же догонять тяжелые истребители либо убегать от тех же самых японцев и яков 30 после этого я нажимаю применить то есть моя оборудование то есть мою оборудку которая купила на установилась на самолет и теперь у мере возможности по мере моих ресурсов которые находятся на аккаунте я могу постепенно улучшать данный самолет то есть улучшаю заводской как бы конфигурации до улучшены да то есть каждое улучшение мы знаем с вами что это стоит какое-то количество серебра и тех деталей которые вы зарабатываете когда побеждаете на том или ином самолете но на разных уровнях поэтому также вот можете улучшать то есть заводской до специализированные там я не знаю превосходного состояния вылавливать бонусы и так далее там подобное давайте все оборудку здесь улучшу на лавочку 160 потому что я поставил с других самолетов откалиброванную настроенную оборудку и мне лавочка 160 как бы понравилось ну ту сборку с которой я летал то есть она быстрая маневренная и юркая в общем бьет очень очень больно по самолетам и соответственно также потом можете здесь улучшать соответственно до превосходного так далее там подобное но у меня вот мало этих механических деталей то есть если я нажимаю когда улучшить и если я наведу на те или иные там как бы детали да я вот вижу сколько у них наличие есть на складе и принципе уже в рамках другого стрима возможно сделаю обзор как правильно улучшать калибровать и собирать вылавливать нужные бонусы того или иного оборудования в общем это у нас был короткий видос как можно подбирать оборудование как можно тестировать самолеты не тратив на это серебро не тратив на это детали те цены до которые мы с вами зарабатываем из боя в бой и не тратить жетоны чтобы дергать оборудование с одного самолета на другой поэтому сначала протестируйте полетать а потом уже решаете правильно вы собрали самолет или нет в общем народ кому нравятся такие вот видосы обязательно оставляйте комментарии ставьте пальцы вверх если что-то не понравились ставьте дизлайки в общем также жду от вас критику конструктивную что где как почему не так либо предлагайте в общем на все ваши комментарии постараюсь ответить всем удачи всем пока самый главный народ не болейте убежал